Привет всем! Приехали мы в спортивный клуб. Тут и фитнес, и тренажерный зал. Называется The Body Club. Заходим. Тут очень большой холл. Вот, вы не представляете, очень-очень большой. Нам дали здесь бесплатных 7 дней каждому заниматься. Это у них распространено в клубах. Давать неделю-две бесплатных тренировок, чтобы человек понял, вообще надо ему это или не надо. Подходит ему этот зал конкретно или нет. Вот, смотрите, какая здесь большая студия фитнеса. Вообще, вот этот конкретный зал ориентирован больше на фитнес, танцы, йога и так далее. В общем, все, что связано с фитнесом, но не с тренажерным залом, потому что он здесь не очень большой. Всего одна жимовая лавка, но я вам покажу. В общем, он ориентирован, как вы видите, здесь очень-очень большой именно фитнес-зал для групповых занятий. На самом деле, вот этот зал круче я еще не видела. Здесь специальный подиум, и что очень классно, здесь нет колонн. То есть, видите, да? Здесь вот вообще люди ходят. Не знаю, это, конечно, не очень хорошо, что с улицы видно, но здесь практически на самом деле никто не ходит. Можно смотреть, как машинки ездят. А с той стороны, ну, немножко, честно говоря, видно, что люди вот здесь вот конкретно делают. Этот зал только-только открылся. То есть, вот прям буквально там пару недель назад здесь уже проводится фитнес. Говорят, что в Америке кризис, но почему-то вот такие вот заведения все открываются и открываются. Это вот около нас находится клуб. Можно пешком дойти минут 10, наверное. Вот тут специальные всякие разные приспособления для фитнеса. Так все цивильненько. Он такой тламурненький зальчик. Смотрите, какие здесь большие пространства. То есть, проходы, ну, честно говоря, слишком большие. Сюда, блин, еще тренажер, сколько бы влезло. Посмотрите, вот здесь вот Сайкл Студия большая тоже. Ни разу не была. Здесь вот такие мониторчики, шкафчики. Видимо, для чего-то ценного. Очень-очень большой пол. Я не знаю, это не холл, это вот проход. Вот это все. С другой стороны можно зайти в фитнес-зал. Вот этот все большой. Вот мужская раздевалка. Став-онли. Ну, сюда нельзя входить, короче. Вот женская. Вот здесь вот можно попить. Здесь ветровная вода бесплатно, короче, льется. Полотенчики здесь, вот здесь выкидывать. Так, идем дальше. Здесь ничего так, просторненько. Здесь зеркала еще будут висеть, пока что нет. Ну, как всегда, стандартно здесь. Вот здесь шкафчики такие прикольные. Вот. Так как Флорида, в общем-то, места здесь немного, чтобы не повесишь. Что-то объемное. Ну, вот здесь вполне хватает себе таких шкафчиков. На самом деле здесь мало кто вообще переодевается. Обычно уходят в этом и все. В этом же и пошли. И здесь и не перебываются, потому что на улицах чисто. Так, потом у нас идет... Вот тоже полотенчики. Вот здесь вот, как и в Голджиме, тоже есть для того, для сего. Мыло, в общем, разное. Душевое. Так все. В общем, цивильненько все сделано. Слив прямо в полу. Вот это очень удобно. Дверка так закрывается. Вот. И там, наверное, туалет, я так думаю. Ну да. Там, наверное, туалет. Может быть, и нет. Ку-ку. Нет. Не знаю, что там. Но что-то будет. Так. Ну да. Так вот здесь хорошо. Тут еще не все доделано, на самом деле. Вот туалет. Вот туалет, пожалуйста. Как всегда есть туалеты и для инвалидов. Тут все автоматически смывается. Все так чистенько, хорошо здесь. Вот раздевалку посмотрели. Вот тут объясняет женщина новым клиентам. А вот здесь вот типа кроссфита. Видите? Там игруши где-то были, висят, и всякие лямки, и все такое прочее. Вот. А здесь, здесь еще не открыли. Здесь еще не открыли, но здесь будет вот спа. То есть массаж и все такое прочее. Это бодиклаб называется. Ага, здесь еще такое помещение. Каморочка такая для работников. Так. И если я не ошибаюсь, вот там еще есть для йоги. Вот она объяснит, ходит все. Вот, а мы продвигаемся, продвигаемся к тренажерному залу непосредственно. Здесь просто, представляете, просто так для мечей, для оборудования такая комнатка. Здесь сидит менеджер. Вот вы видите здоровый-здоровый холл. Там стоечка барная, будут коктейли делать и все такое. Вот. Вот. Ну вот. Вот, в общем-то, тренажерный зал. Здесь очень много кардио. Здесь половина тренажеров состоят из кардиотренажеров. Вот, смотрите, как много. Очень много дорожек. Дорожек. Потом идут эллипсоиды. Причем эллипсоиды навороченные. Вот, смотрите, тут как все круто. Тут можно подключаться к интернету. Входить на свою почту. Что-то там, скайп, фейсбук и все такое прочее. Смотреть телевизор можно. Вот мы реально смотрели здесь телевизор. Вот. Здесь все, видите, тоже цветные такие мониторчики. Это все эллипсоиды. И вот одна такая вот прикольная лесенка. Мы про нее уже говорили. Интересная. Вот. Потом. Оборудование здесь Cybox. В основной массе. Специально сделанное для этого зала под заказ. Посмотрите, какой цвет. Цвет, как у спорткара. Вообще. Очень понравился мне цвет. Супер. И видите, даже вышло специально. Это бодиклаб. То есть вот так вот все. Не шубу в трусы заправлять, как говорится. Все очень-очень круто. Но. Смотрите, зал. Он такой чистенький, хорошенький, новенький. Я бы сказала, гламурненький. Но он небольшой. Хотя, опять же, все познается в сравнении. Небольшой по сравнению, смотря с какими клубами. Вот тут еще такие интересные эллипсоиды. Эллипсоиды. Ага. И чуть-чуть тоже вело. Вело сидячий. Это, по-моему... Да-да-да. Тоже вело. Это вело. И вот еще такой тоже ходить. Такая дорожка, недорожка. Честно говоря, не знаю точно, как она называется. Но нереально устаешь. Вот как поднимаешься по лестнице, грубо говоря. Вот эти тренажерчики, они хорошие, удобные. И все такое. Интересные есть такие. Мы таких не видели даже. Когда они так интересно вообще работают. Интересно, да. Фирма хорошая, Cybex. Но очень мало, очень мало, например, только одна жимовая лавка. Ну что это такое? Это говорит о том, что это чисто больше для девушек, для любителей. Больше как фитнес все-таки этот зал подойдет семейным людям. То есть настоящим, так сказать, качкам здесь делать особо нечего будет. Потому что, ну вот, одна машина Смита, одна стойка для приседаний. Этого, конечно, маловато будет. Гантельный ряд, ну, нормальный, в принципе. Ну, такой вот миленький зальчик. Но мы, конечно, его не променяем на колджим. А пойдем покажем новинку людям бодибаров. Я такое не видел. Это совершенно новые технологии. Вы будете удивлены тем, что сочетание... Обратите внимание, насколько шагает мысль. Видите, это блины. Но они же являются и гантельками. Если что, для девушек можно делать различные упражнения. Но и это еще не все. Смотрите, как... Весло такое к нам прилагается. Классно придумано. Это бодибар. Кто не знает, такая штангочка для занятий. Штанга-весло. Тут все на магнитах. Эти же ваши гантели превращаются в блины. Брюки превращаются. Можете тут же делать бицепсы, выпады. Живые. Как говорится, кто во что гораст. Здорово. И степы новые я таких не видела. На круглых таких штучках. Ну, степы это уже... Ну да, это не новинка. На год мы еще не поняли, сколько здесь будет стоить. Вроде бы нету еще пока цен. Но сказали, что скидки будут, конечно. Но пока сказали, что в месяц будет стоить от 50 долларов до 100 долларов. В месяц, в зависимости от того, какие услуги вы возьмете. Но здесь тренажерные залы фитнес все равно включены даже в 50 долларов. Здесь будет прибавляться цена. От того, будете ли вы ходить, например, сколько-то раз там на массаж, на спа-процедуры. И там еще что-то есть, типа сауны. Вот от чего будет зависеть. 50 долларов или 100 долларов. Но в год, сказали, будет еще скидка. То есть это не будет такая же цена. Естественно, это будет дешевле уже. Причем дешевле, ну, на приличную, так сказать, уже будет, я думаю, приличная разница. Ну, так как нам дали недельку позаниматься, мы здесь позанимаемся. Но у нас еще больше полугода в голджиме. Мы как бы не собираемся контракт расторгать, потому что там, на самом деле, обстановка рабочая. Здесь все равно такая она, релакс, релакс. Так, здесь люди немножко другие. Не то, что они там посостоятельнее и прочее. Они такие более вот, им нужно кое-что, я не знаю, что им нужно. Не повернутые на железе. Ну, не повернутые на железе. В общем, просто они тут посидят, полежат на тренажеров, покайфуют там. Ну, станки, надо сказать, очень хорошие. Станки хорошие, я сразу уверен. Новая линейка сайбоксов. Кто в теме, тот знает, что это за фирма. Просто-просто он небольшой зал, сам тренажерный зал. Хотя площадей здесь много. А вот женщина, женщина бежит. Вот здесь очень много бегают. Очень много бегают. И не понимает, что бегать вредно, на самом деле. Особенно... Толстый. Да, ну, сильно толстый здесь я не видела, что бегают. Но на самом деле лучше ходить. Это для суставов гораздо полезнее. Вот. Ну ладно, это мы отвлеклись от темы. Вот такой вот залчик. Здесь открыли. Все очень новенькое. Все очень хорошее. Ходи, не хочу. Кому интересно, могу скинуть адрес, где находится этот зал. Вот. На кардио, вот, видите, различные кабели. То есть, я не знаю, там, для телефона, для интернета, для чего-то. А вот есть даже для айпада. Для наушников и все такое прочее. В общем, в принципе, если народу здесь будет немного, заниматься здесь можно. Даже нужно. Ну, я представляю, если здесь будет хотя бы даже человек 20, то тут вот такие вот тренажеры, например, как гиперэкстензия, они по одному, по одному, вот, по одному тренажеру. И вот они уже будут заняты, и все. И уже не хватит всем людям. Придется стоять в очереди. Ну, кардио здесь популярно. У нас, конечно, ни в каком фитнес-зале столько кардио нету. Это факт. Ну, все. Вот показали мы вам такой вот интересный тренажерный зальчик. Фитнес-зальчик. Здесь, кстати, надо еще заметить, что, почему здесь такой крутой сам зал для групповых занятий, потому что здесь вот владелица, она как бы в теме, именно фитнес, может быть, она даже была фитнес-инструктором. И у нее упор на то, что она нанимает крутых инструкторов по фитнесу, то есть, кто танцы ведет и прочее. И именно эта фишка этого клуба, это крутые инструктора там с международными какими-то там сертификатами. В общем, вот такой вот зальчик. Всем счастливо. А, и еще. Если будут какие-то вопросы у вас по этой теме или по любой другой, оставляйте, пожалуйста, в комментариях. Мы будем рады ответить все, что знаем, все расскажем и поможем, чем сможем. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok